Этот участок улицы Фрунзе в Соколе самый настоящий хрестоматийный пример. Пример того, что может стать с выявленным объектом культурного наследия, если о нем забудут люди. Дом, в котором когда-то жила сестра Марины Цветаевой, внешне отличается от соседних типовых двухэтажек. Хотя бы потому, что в этой деревянной конструкции еще совсем недавно жили люди. Последняя семья даже не забрала свои вещи. От сноса здание защищает только особый статус выявленного объекта культурного наследия. В том числе и потому, что здесь жила родственница великой поэтессы Серебряного века, писательница Анастасия Цветаева. Здесь еще есть такой исторический военный след, связанный и с историей города в целом. Сокола, потому что на Сухонском заводе работали очень многие известные люди. Здесь в этом доме проживало начальство. И непосредственно сын Анастасии Ивановны, Андрей Борисович Трухачев, был начальник стройплощадки Печаткина. Да, пожалуйста. Все в целости и сохранности. Уникальный не только для Сокола, но и для региона дом рискует исчезнуть. Местные власти собирались законсервировать объект, как только последняя семья съедет по программе расселения из аварийного фонда. Однако, как только двухэтажка осталась без жильцов, сюда начали наведываться незваные гости, прогонять которых приходится бывшим собственникам квартир, неравнодушным к историческому объекту. Вот из-за чего я провода-то срезаю. Вот цыганы все бегали. И вот здесь на чердаке почему-то все сворочено, уже двери. Без ключей открыто все. Они все один раз, я их прогонял, цыганы этих. Мы еще не переезжали. Скоро вы переедете. И ходят ползают. Я говорю, будите отсюда, пожалуйста. Пока активисты клеят листовки, на которых упомянута уголовная ответственность за порчу имущества, представители местных властей обращаются за помощью к подрядчикам. Группа плотников сегодня приехала к дому, однако почему-то так и не заколотила вход в двухэтажку. Обещают чиновники даже провести масштабную уборку на участке только конкретных сроков, пока в администрации Сокола не называют. Будет проведен конкурс на снос домов, которые находятся рядом. Это у нас остатки шестого дома, десятый, двенадцатый дом. Соответственно, это будет все под гребенку убираться. Ни в этом году, ни на следующем. В бюджете города Сокола на поддержание денег нет. Тем временем активисты уже 1 октября собираются сюда привезти поклонников творчества сестер Цветаевых. Неравнодушные хранители дома согласны, чтобы кроме музея, памяти, здесь появилось что угодно. Даже хостел для дальнобойщиков, останавливающихся неподалеку. Главное, чтобы сохранилось здание. Павел Громов, Игорь Трифонов из Сокола. Специально для программы Новости Вологды. Редактор субтитров А.Семкин